здесь ребята молодые они не спали всю эту ночь наши братья приехали из алматы и разрушают сейчас вот эта женщина что-то подозрительное сказали то что через три дня и всех обратно перед перевезут в арыс и все предприниматели активно подключились люди сами вызвались помогать спрашивали что нужно что необходимо они эти предприниматели в рамках не на томикеном в течение только двух дней собрали 30 миллионов тенге друзья с мы с вами находимся в алматы в одном из пунктов сбора продуктов товаров и помощи для пострадавших городе арыс здесь ребята молодые они не спали всю эту ночь в течение ночи в течение сегодняшнего дня собирали пожертвования стороны бизнеса со стороны простых граждан и вот сейчас как раз вы наблюдаете что одна из компаний казахстанских страховая привезла полностью вот эти товары и продукты которые так нужны пострадавшим в городе арыс сотрудники добровольно все собрали и плюс компания получается несла конечно же свой вклад конечно именно наши партнеры и бизнес аналитики все конечно сочувствуют очень сильно поэтому мне кажется все организации готовы помочь вот многие наши партнеры с которым мы работаем они конечно же у нас также уточняли где будет пункт сбора какие там что им нужно сделать деньгами помочь продукты купить и так далее поэтому мне кажется все сейчас сплоченно стараются помочь чемпионате меня зовут динар и давлять селика в этих вот в коробках в основном лежат продукты питания помимо этого одежда взрослая детская помимо этого еще за тут масло вода все основные первые необходимости вещи все желающие помочь жителям города арыс нуждающимся то есть это жители города алматы молодежь города алматы некоторые организации сами приносят свои продуктовые изделия многие неправительственные организации приносят и бизнесмены только вчера в 11 часов ночи мы отправили два полных газеля то с гуманитарной помощью они уже доставили город город шимкент и их полностью уже как бы раздали нуждающимся именно именно одежду питание все все они разделили честно поровну чтобы всем хватило много звонят как они узнают о вас біз жалпа хабарландыру бергенгезе оба снас тура сау арста болган куны біз хабарландыру дыбердек астана номер дыбердек сол лақыттан баста бізге хабарласты бөте көп куніменде түніменде сондуқтана біз каасы жирма төрт сағат кой жуныстеп қоңырауды хабарлап шымкенте не заттатын керек екен қандай заттар жетпей жатқан сонған анықтап енді оның ішінде жан балалардың кейімі жылы заттар жангłęсіге жеке заттар деген сияқты саллара қажет болып жатыр осыларда жинақта бұжатырмыз кәзір наши братья приехали салматы и разгружают сейчас 3 хуры мы будем помогаем вечером в 10-15 часам приезжают груз с Астаны Еще один склад находится в микророеве Монтума. Наши братья с Алматы приехали. Видите, что происходит. Все друг друга разбираются, забираются. Здесь ничего не осталось. Продуктов ничего не осталось, потому что здесь еще очень много мошенников, мародеров. Их не разобрать, кто есть кто. Вот эта женщина что-то подозрительное. Все, не плачь, не плачь. А маркерами с чем подписывайся? Чтобы было понятно, где какие продукты, где что лежит. Количество читаем и все это подписываем. Чтобы людям было удобнее, там вот у сортиратор играть. Ну а мы обращаемся ко всем казахстанцам, которые каждый в своем городе находится сейчас. И листает социальные сети с теми ужасающими видео и фотографиями о том, что происходит сейчас в Арысе. Люди нуждаются в вашей помощи, поэтому если у вас такая есть возможность, организуйте пункт приема продуктов и поддержки в своем городе. Я думаю, что это будет огромной помощью для них. Айтуар, расскажите, что здесь вообще происходит? Мы находимся вот в здании фонда «Ял Матинец». Это член нашего оригинального совета, предприниматель Константин Авершин. Он создал как бы штаб, куда бизнесмены и простые граждане приходят и под гуманитарную помощь мы здесь собираем. И это все направляется в город Арыс. Ну все мы знаем, там трагедия произошла. Вот когда случилась трагедия, в первый же день мы буквально вот спустя считанные минуты дали клич. И все предприниматели активно подключились в социальных сетях, это были большие репосты. Люди сами вызвались помогать, спрашивали, что нужно, что необходимо. А в последующем подключились не только там крупный бизнес, а обычные там магазинчики у дома, парижматики. И простые граждане начали скидывать деньги, приносить товары. Мы рады, что наши граждане, они настолько сознательны и не оставляют в беде своих граждан Казахстана, которые в трудный момент призываем. Так же, ну кто может, у кого есть возможность, да, хоть малая какая-то ваша помощь, она принесет, я думаю, пользу. Потому что почти 50 тысяч человек сейчас на данном без крова, им нужна еда, вода, одежда. Чем можете, тем помогите. Вчера четыре грузовика направлены в сторону Арыса гуманитарной помощи. Сейчас мы формируем вот второй уже рейс. А где Олег пришел? Пришел помогать. О, привет. Здравствуйте. Продолжение следует. Я не знаю, что мы говорим. Субтитры делал DimaTorzok Сейчас очень много людей, которые помогают пострадавшим города Арыс. Акимат тоже помогает, все в деле, никто просто так, сложа руки, не сидит. Мы хотели поехать в город Арыс, но нас туда не запустили, так как сейчас там до сих пор собирают снаряды. Сказали то, что через три дня их всех обратно перевезут в Арыс. Угрозы никакой для Шымкента нету, не переживайте. И сейчас не происходит никаких там взрывов, это все мародеры. Сейчас очень много мошенников, которые на этом наживаются, которые на этом что-то зарабатывают, крадут. Не нужно верить всяким мошенникам. Я Алену случайно встречала в Шымкенте, мы разговаривали, оказывается она с Арысой. Ее родители живут там. Вы можете вот рассказать, как все это случилось, как вы справлялись, где ваши родители, есть ли вообще дети, они живы, здоровы? Просто обычный день у Аулина, в нашем поселке. С сестренкой ушла барана попасти, как обычно. Врачишка с детьми сидел, бабушка на базаре. И такое происходит, ни с того ни с чего. Сначала там оказалось, было просто, знаете, возгорание, да, видели, что там был дым и все остальное. Думали справиться и в итоге в течение часа именно все разгорелося. И как получилось, узнали. А Арыс эвакуировать начали на две части. Одна часть поехала в Монтайдас, эвакуируя подальше, эпицентр событий. Вторую часть начали эвакуировать в сторону Шымкента. Я, находясь в данном моменте, ну вообще в тот момент в Шымкенте, очень переживала за родителей, во-первых, за детей, за братишек с сестренок переживала. Что произошло в тот день? Узнала я об этом в 10.30 утра. Начала звонить всем родителям. Ведь моя мама работает в гарнизоне по утилизации боевых классов. У нас там две части. Есть военный век, отдельная часть, боевых городов. А есть именно база по утилизации моих припасов. Ну, мама там работает. Конечно же, в тот момент я сразу подумала о матери, что с ней происходит, что с ней, как она. Я просто начала звонить. Сети не было ни у кого. Ни отец, ни мама, ни бабушка, ни братишка, никого. Слава богу, дозвонили сначала до отца. Отец говорит, что меня эвакуировали в сторону Монтайдаса. До мамы дозвониться не может, до бабушки не может дозвониться. Потом дозвоним до братишки. Оказывается, маленькая сестренка осталась дома. Бабушка от нашего города до нашего поселка примерно где-то 5 километров пешком. И хотя за 68 уже она пешком до дома. Слава богу, что она приехала домой. И она увидела маленькую малышку и 2,5 годика, но при этом она одна осталась. Рассказ-то еще о том, что полностью у нас выбило стекла. А дом целый, ну как бы, в общем, нормально, да? Целый, но при этом то, что старое сооружение, там присутствуют трещины. Трещины, да? Трещины при этом. Свалился потолок нашей пристройки, свалился. Телевизор, вся техника попадала просто. И стекол не было. В стену, говорит, попал снаряд. Просто попал снаряд и не взорвался. Он так и в стене и остался. Далее друзья рассказывали. Простой обычный день, нормально. С каждым своим делом в богороде сидят. И тут прилетает просто снаряд. Слава богу, он не взрывается. И так по всей жизни. Сейчас есть склад, который организовал Акимат. Мы всю вот эту гуманитарную помощь, которую оказывают люди, будем перевозить сразу туда. А они уже распределяют по лагерям. И другие предприниматели не остались, скажем так, в стороне. Они оказывают посильную помощь пострадавшим. И сама палата предпринимателей тоже, коллектив собрался и решили однодневную зарплату перечислить в фонд помощи наших предпринимателей. Друзья, сейчас каждый из нас находится в своем регионе. И самая действенная поддержка будет организовать пункт сбора помощи для пострадавших в городе Арыс. Мы выражаем огромную благодарность казахстанскому бизнесу, который, объединившись, помогает тем людям, которые сейчас терпят бедствия. Это большая трагедия для нас, для всего Казахстана. Если вы имеете силы стать волонтером, присоединяйтесь к нашим командам. Возможности поддержать проект «Мены над Амикеном» я оставлю в описании к видео. На этом мы с вами, друзья, прощаемся. Меня зовут Танирберген. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»